Всем здорово! В этом видео я вам расскажу, как же побеждать, как играть кингом Хириоса. Погнали же! Драйвер балансирующего типа. За счет этого он может как атаковать, так и защищаться. Шасси и основание пятиугольной формы, за счет чего он может как усиливать свою атаку, так и усиливать свою защиту. Именно усиливать, не менять режим, потому что он на атаке может и защищаться, то есть вставать в центр, и он может на защите атаковать, то есть это именно усиление атакующих и защитных свойств. Чип же у него вот такой, ядрышко я не буду вытаскивать. Давайте его соберем. Давайте я расскажу сначала, думаю, про атаку. На атакующем режиме, я буду назвать это режим, чтобы не говорить вот на вот таком-то усилении, вот это все такое, вы поняли. На атакующем режиме лучше играть против выносливых и защитных бейблейдов, например, против них. Для того, чтобы их выбить или же взорвать, в лучшем случае. Почему? Потому что его драйвер не способен сражаться против Этернала, Абсорба, Мебиуса, Биринга и тому прочих драйверах. На выносливость именно. Потому что у него балансирующий, невыносливый драйвер. Поэтому ему приходится изворачиваться как-то и взрывать или выбивать противника. Конечно, на выносливость можно как-то попытаться, но это шанс один из ста. То, что вы выиграете, если вы вообще выиграете. На выносливость именно. Также на нем лучше, именно на Хелиосе, не на защитном не атакующем, а именно на Хелиосе, лучше придумывать какие-то тактики, стратегии, на то он балансирующий бейблейд. То есть вы должны придумывать, как он будет себя вести на арене, защищаться, атаковать, то есть контр-атаковать. То есть он также может контр-атаковать. Его према называется зон-контр или что-то типа такого. Также его минусом является то, что он левосторонний. Левосторонний бейблейд вообще в принципе не... как бы им сложно атаковать. Правосторонний бейблейд с исключением Лонгенуса, потому что он тяжелый. И у него драйвер мега атакующий. То есть ему как бы проще, ему вообще топово. Хелиос же не обладает таким атакующим драйвером и не имеет такого содержания металла. Поэтому им довольно сложно кого-либо взорвать, именно правостороннего. Так, дальше. Усиление защиты. На защите ему лучше сражаться против атакующих бейблейдов. Для того, чтобы выдержать его удары. То есть смотрите, на пяти лопастях. Получаемый урон распределяется на 20, по 20% на каждую лопасть. То есть всего 100 лопастей 5. 100 делим на 5, это равно 200. А вот 20, 20% по каждой лопасти распределяется. А когда же 10 лопастей, 100% распределяется на 10. И получается 10% получает он по каждой лопасти. И это уменьшает урон, наносимый ему. Но при этом уменьшает урон, наносимый его. Который, блин. Уменьшается урон, который он наносит противнику. С пятью лопастями же он наносит 20%. Думаю, вы меня поняли. То есть, например, кто? Валькирия наносит по 33%. Hyperion же наносит то ли 50%, то ли 25%. То есть, понятно, то ли он вот этими двумя бьет только. Либо же он всеми четверыми. Не знаю. Люцифер же вообще распределённо здесь на сколько, на 12, что ли. Не знаю. Не буду считать. Слишком долго. Вот. Сейчас я его просто запущу, чтобы вы поняли, что он может на защите и атаковать, и защищаться. Так. Что-то я не то сделал. Я его на защиту нечаянно запустил. Так, извиняюсь. Три, два, один, пять. Врёт. Так. Это слишком нечестно. Мне кажется, вы можете сказать, что я его так неправильно запустил. Да? Вот. То есть, он может, в принципе, атаковать и защищаться. Так, ещё раз запущу. И под углом. И тому прочее. И на защите, и на атаке. Думаю, сейчас менять нет смысла. Давайте напоследок сразим его с Hyperion. И просто подведём итоги. Как же играть с Хеллиосом? Лучше всего играть ему тем, кто любит всякие стратегии, манёвры, уловочки и тому прочее. Тем же, кто любит просто сражаться, просто как бы бить кого-то. Ну, бить в бою именно. То есть, атаковать. Ну, тому лучше выбирать, естественно, атакующие бейблейды. Тому, кто думает, что истинная мощь в защите, то лучше выбирать защитные бейблейды. Кто любит именно держаться на стойкости, тому лучше выносливо. Ну, вы меня поняли. Ну, а сегодня вот такое вот было видео. Не знаю, понравился ли вам данный формат. Не понравился. Пишите своё мнение в комменты. Ну, я с вами прощаюсь. Всем удачи, всем пока, до скорого и до новых встреч. Пока-пока.